Москва, метро Красносельская. И это прогноз и рекомендации на 24 июня. Это пятница, и кадыши, благоприятный день для стрижки, косметических процедур и посадок. И тут мы берем во внимание тот факт, что луна у нас убывающая. И если человек в этот день захочет сделать стрижку, то волосы у него будут расти медленно. Так что если вы не очень любите часто ходить в парикмахерскую и не очень любите, когда волосы отрастают быстро, то это ваш день. Вексограмма дня – вольность, что дает полную свободу действия на сегодня. И очень важно не превратить ее в произвол, а определить для себя границы допустимого и действовать, исходя из них. Препятствия не будут значительными, только такие, которые помогут вам собраться. Это тем более необходимо, так как день может нести несобранность, хаотичность в действиях. На сегодня важно иметь четкий план того, что вы собираетесь делать. Именно он и его последовательное исполнение приведут в итоге к накоплению очень ценного опыта знаний, которые пригодятся в жизни не раз и помогут в трудную минуту. Солнышко будет находиться в 15-х воротах в пятой линии братства, сострадать тем, кому тяжело. В сложных ситуациях вы направляете менее опытным, своим могуществом или дерзостью. Реализуем через 10.5. Пересмотр. Наслаждаться противостоянием, бросая вызов привычному. Вам нравится бросать вызов традициям? Вы знаете, что есть разные способы сделать это – с любовью или без нее. Еще хочется сказать о том, что Венера будет зафиксирована 20.2 в экзальтации. Меняйте свое мировоззрение, находя гармонию в каждом давении жизни. Еще хочется сказать про 13.6 в экзальтации. Активно сближаясь с другими людьми, вы стремитесь улучшить их жизнь. 18.2 в падении. Вы привязаны к тем, кто привил вам страхи и не решаетесь ранить их чувства. Так, что-то тут немножко поменялось, по-моему. 36.5 в падении. Попытка разрешить проблемы души с помощью ума и логики. И в этот день у нас эмоциональный центр присутствует, поэтому следим за своей эмоциональной волной. Также есть корневой центр. Потенциал того, что человек способен справиться со стрессом. Определена селезенка. То есть еще и внутренняя безопасность все-таки есть, несмотря на ретроградность Сатурна. И это пятница, день Венеры. День, когда очень важно уделить себе время, внимание. Тело будет благодарно за это. Хотя бы 30 минут потратим на свою красоту, на свое тело. На какое-то занятие для вашей души, для вашего сердца. Это может быть какой-то талант, и очень важно развивать его. Очень хорошо, когда по пятнице мужчина дарит цветы или какой-то подарок своей женщине. Он может устроить романтический ужин или чем-то еще ее побаловать. Независимо от того, мужчина вы или женщина. Делайте комплименты женщинам. Делитесь энергетикой и удовольствием. Подчеркивайте то, что вам нравится. Все проявления красоты и гармонии находят в этот день свою поддержку и развитие. Следите за тем, что вы кушаете. Все, что мы едим, сказывается на нашем организме, теле и нашей красоте. Побалуйте себя подарком, купите то, что давно хотели, но экономили. В этот день очень благоприятно, красиво одеться. Для девочек платье это просто must-have. Также можно сделать прическу, накраситься. В общем, сделать все хорошо по Венере. Выглядеть красиво, эстетично. По поводу цветов. Оденьте просто свой любимый цвет. Кто-то считает, что Венере соответствует розовый. Кто-то считает, что какой-то пестрый, яркий. Кто-то считает, что светло-желтый. Кто-то считает, что светло-голубой. Вот, так что мнения тут сильно расходятся. Да, но розовый мне немножко нравится. А, в общем, не, не получается его показать. Хороший день для занятия творчеством. Можно рисовать, петь, вышивать. Все, что вы умеете. У каждого есть какой-то определенный навык. Например, игра на музыкальных инструментах. У кого-то новорожденный, у кого-то талант, связанный с техническим чем-то. Например, монтаж видео. Или человек-диджей составляет музыку. Или человек-реальный композитор играет на пианино. Или что-то пришло в голову. Писать стихи, да. В общем, что-то такое творческое, нежное, эстетичное. Очень важно концентрироваться на мелочах, находя в них романтику. Кушать кислые и сладкие. Фрукты, ягоды и бобы. Бобы у нас похожи на почки. Венера у нас связана с седьмым домом. С медицинской астрологией это тоже связано с почками. Поэтому такая очень интересная гармонизация. В этот день можно осуществлять лечение, косметические процедуры, стричься, готовить еду, шить одежду. Кстати говоря, тоже по Венере. Очень красивое совмещение. Надевать вкрашения тоже хорошо. Можно выгуливать какой-то, свой любимый лук или новый. Сделки договора, совещания, торговлю, переезды, переселения, строительные работы, строительство и отделку, хранение, сохранение, консервация можно наметить на пятницу. Использование трав, оказывающих тонизирующее действие, помогает гармонизировать Венеру. Шатавари, белые, мусали, дудни, китайские, алоэ, листья малины. Можно посещать культурные мероприятия, например, концерты, выставки какие-то. Или просто находиться в каком-то красивом эстетическом месте, где, например, есть фонтанчик, красивый вид на крыше на какой-нибудь. Ходите на свидание, принимайте гостей у себя дома, проявляйте знаки внимания и заботы к любимым. Расслабьтесь и свободно выражайте свои чувства. Зажигайте свечи, пустите волшебство в свою жизнь, укаживайте за цветущими деревьями и сильно благоукающими цветами. В целом, этот день можно даже себе подарить цветы. Относительно выражения своих чувств это работа с анахатой чакрой, практика на которой будет прикреплена в описании к видео, которая помогает раскрыть как раз вот этот вот центр безусловной любви. Что такое безусловная любовь? Когда мы не ставим никому никакие условия, мы просто делаем что-то, нам вот хочется как-то помочь человеку или хочется сделать ему что-то приятное, и мы не ждем ничего взамен. И когда это происходит от такой легкости, в этом нет никаких сложностей и проблем. А вот когда начинается своего рода внутренний калькулятор включаться, я тебе сделала, а ты мне не сделала, ах вот ты такой-сякой, вот отсюда начинаются проблемы, и на самом деле вот эта чакра начинается блокироваться, она начинает. При этом у нас луна будет созвездие в Харани, острая такая над шатрой, которая благоприятна для творческой деятельности, она состязательная, воинственная, целеустремленная, жестокая, беспощадная, но связана с детьми, использованием огня, деятельностью сексуального, любовного характера, да, то есть тут такой определенный намек на то, к чему могут привести подаренные мужчины цветы. Проведение церемоний, связанных с плодородием и с сельскохозяйственными работами, это успокаивает огонь, потому что луна в овне, благоприятно решать отложенные дела. И вот как раз то, чем я сейчас занимаюсь, я иду за лампочками, потому что ретроградный Сатурн, убывающая луна, надо что-то заканчивать, надо к чему-то подготовиться. Вот, так что, если у вас есть какие-то такие бытовые моментики, вы можете проработать Сатурн, чтобы лишний раз не переживать потом об этом, что раз перегорела лампочка, а запасной у вас нет, в 10 лет в темноте боятся. Сатурн не дремлет в совершении любых дел, требующих спонтанности, деятели, связанные с аскетизмом, самодисциплиной, соблюдением поста и проведением очистительных решений. Освобождение от чего-то старого, для того, чтобы впустить в свою жизнь чего-то новое, неблагоприятное, медленное, требующее спокойствия и нежности, безмятежности, деятельность, а также любые начинания в целом. И это 26-е лунные сутки, кадыши. Энергетика этого дня может провоцировать конфликты. Да, очень соотносится в данном контексте западная астрология с ведической, потому что 11-е сутки растущей и убывающей луны и кадыши говорят о том, что это очень сильная энергетика. В этот день рекомендуется поменьше есть, поменьше говорить, может быть, даже поменьше общаться. Рекомендуется следить вообще за пищей, готовить лучше самому, не есть в каких-то непроверенных местах. И в целом рекомендуется, конечно, отказ от мяса, от зерна, от злаковых, от бобов, от всяких разных излишеств, от кофе. В общем, от большого количества продуктов. Кому что откликается, кто-то вообще может целый день провести на воде и будет замечательно спать и замечательно себя чувствовать. Желательно избегать конфликта, так как последствия будут очень затяжными и неприятными. Если есть возможность, лучше оградите себя от общения и не поддавайтесь ни на какие провокации. Если же кто-то будет проявлять агрессию, воспринимайте это как урок, призывающий вас научиться трансформировать любые энергии в свет, в том числе и направленную на вас агрессию. Следите за тем, чтобы чужая агрессия не стала для вас камертоном, на который вы реагируете также проявлением агрессии. Если это произошло, нейтрализуйте негативные энергии сразу же, чтобы они не причинили вам вреда и не начали разрушать вас изнутри. Не занимайтесь ничем, требующим напряжения и большой активности. Лучше всего делать какую-то обычную работу. Выдержитесь от больших денежных трат, это тоже хорошая упая на икадыши, и вообще от всего чрезмерного. Очень важно никому не рассказывать про свои мечты и планы, даже если очень хочется поделиться. Особенно будьте осторожны, если кто-то начнет вас расспрашивать и заводить разговоры на сокровенные для вас темы. Все сказанное вами может обернуться против вас. К тому же уменьшится вероятность осуществления планов. Когда чужие негативные энергетики подходят к нашим каким-то секретикам, тайным, важным вещам, наши важные вещи от этого начинают страдать, потому что кто-то в них может не верить или завидовать. Будьте бдительны, реагируйте на намерения любви так, как будто все происходящее из вашего божественного дома и неприятности вас не коснутся. И можно сделать практику для 26 лунного дня время молчания. Практика будет прикреплена под этим видео и луна находится вовне. Афирмация такая я расстаюсь с раздражением, отравляющим мою душу. И я направляю всю силу своего гнева в конструктивное русло. Я достигаю цели без малейшего напряжения и без потери душевного равновесия. У меня достаточно сил, чтобы добиться всего, чего я желаю. В качестве зрительного образа рекомендуется представить себе красный огненный шар. Я желаю вам, чтобы этот день прошел у вас радости, легкости и великолепия.